Дорогие соотечественники, здравствуйте! Ехал я сегодня на эту нашу передачу по Кишиневским улицам. И вот что меня поразило. Уже какую неделю, а может и какой месяц, все эти улицы испрещены какими-то странными бороздками, ямками, об которые расшибаются колеса автомобилей, которые заставляют водителей делать немыслимые маневры, которые очень часто заканчиваются столкновениями и всякими опасными инцидентами. И мне подумалось, вот те люди, которые уже сколько лет говорят нам о том, что мы движемся в Европу, мы про европейцы и так далее, вот если бы эти люди поехали, они любят ездить в ту же самую Европу, и пусть они мне покажут, что где-то в немецком, французском, в итальянском каком-то самом маленьком городишке можно увидеть такой бардак. Почему бардак? Потому что когда несколько недель, несколько месяцев появляются вот такие вот маленькие ямки, которые не просто затрудняют движение, речь идет о безопасности людей. Я уж не говорю про экономические и прочие издержки, и моральные издержки, потому что это лицо города. Где же тут Европа, господа хорошие? Где тут европейские ценности? О чем мы говорим? И вот когда появляются такие люди, как Иоанн Чабан, которые нетерпимы к вот таким вещам, которые, мы видим, их совершенное неприятие того, когда разрушаются памятники культуры Кишинева, когда разрушаются его улицы, разрушается инфраструктура. И самое позорное, когда около нескольких сот памятников старины нашей исторической не только памяти, но и исторической совести разрушаются, то я хотел бы спросить господ проевропейцев, А кто выходил? Кто выходил и боролся с этим? Кого мы чаще всего видели во главе? Тех, кто защищает интересы жителей различных районов города, различных домов. Мы впереди всегда видели именно этого неравнодушного человека, имя которому Иоанн Чабан. И вот для того, чтобы посмотреть, а насколько вот это афиширование проевропейских ценностей, которые на самом деле являются именно невероятным неуважением к этой европейской, древней и старинной культуре, к которой относимся все мы с вами, я пригласил Сергея Мишина, человека высочайшей культуры, не только юридической, но и общечеловеческой. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер вам. Не сильно ли я возмутился по дороге сюда в студию, видя вот этот вот бардак на улицах? И вот вообще вот это чувство моей, ну скажем, нетерпимости, которую я сам почувствовал себе, вот двигаясь сюда в сторону этой студии, по дорогам, разбомбленным дорогам Кишинева, не слишком ли я эмоционален в этой оценке, не слишком ли нетерпим к тому, что творится, а может надо как-то вот так толерантно, как-то вот спокойненько, вот, ну было, так мы еще потихонечку и далее вот под лозунгом этого якобы проевропейского нашего движения и будем потворствовать и попустительствовать, потому что какие мы, так и вы наши правители. Дело все в том, что вот эта нетерпимость, которую вы высказали в начале программы, она есть не только у вас, она есть у всех жителей города Кишинева и муниципия Кишинева. Дело все в том, что вот эта нетерпимость, вот эти ямы, да, вы видите только те ямы, когда вы едете по дороге. Да, непосредственно. Непосредственно. А если мы с вами возьмем и за руку пройдем по дворам города Кишинева, да, где живут наши простые люди, в простых домах, и когда мы увидим, что бордюры разбиты, что дети выходят и попадают в яму и могут свернуть себе ногу, где мы выходим и видим, что столбы стоят, но они не освещают, и ночью там пройти невозможно, потому что темно. Тебе нужно доставать как минимум фонарик, для того, чтобы увидеть, куда ты идешь и где-то тропинка. Мало того, что не асфальтировано даже... На радость криминалитету, потому что это не шутки. Темные места всегда предполагают... Да, оно на радость криминалитету с одной стороны, но в гостонаселенных районах обычно криминалитет не ходит. Но ты идешь по той дороге, которая вся в ямах, да, которая должна быть асфальтирована, и ты не попадаешь в эти ямы. Ты светишь, чтобы не попасть просто в яму. То есть даже речь не идет о криминалитете каком-то. А просто о безопасности. А просто о безопасности самого человека. И не только пожилых людей, да и ребенок, и взрослый, и любовь. Больше всего убивает. Что вот, к примеру, да, муниципальный совет буквально в марте месяце выделил 35 миллионов лей на благоустройство дворов города Кишинева. И вы знаете, почему это не произошло по сей день? А это не произошло по сей день, потому что госпожа Сильвераду, будучи его примара, взяла их как исполнительная власть, заблокировала эти деньги в финансовом управлении. Понимаете, политтехнология. То есть, когда сейчас приходят сторонники господина Чабана на встречи, и когда сам господин Чабан приходит на встречи, и им говорят, ребят, посмотрите, вот у нас во дворе, понимаете, людей не интересуют ваши геополитические и политические лозунги. Да, запад, восток. Нет, их интересует другое. Вот посмотрите, у меня во дворе бордюр снят, у меня во дворе есть яма. А он говорит, так мы выделили 35 миллионов лей. Наш, мы в оппозиции, мы в оппозиции, и выделили вам эти 35 миллионов лей. Но она взяла, как европейская держава, как европейские ценности, и прекратила это. И господин Киртока, извините, имел кучу денег на то, чтобы именно реновировать все дворы. А что происходит на сегодняшний день? Да нет у нас этих дворов. И вот скажите мне, пожалуйста, в этой ситуации, когда мы не говорим сейчас, как с вами гражданами, а вот элементарно, те муниципальные советники, которые бились за это, которые голосовали, которые кричали... И как до исполнительской власти? Не, подожди. Нет, они кричали. Как до исполнительской власти? Это все застопилось. Как они могут быть спокойными и неравнодушными к этому вопросу? Конечно, у них гордость бьет и неравнодушие бьет. Почему? Потому что они этого добились. Они хотят это сделать не на свое личное благо, не перечислить какой-то очередной компании, да, и получить с этого процент. Они хотят отдать эти деньги муниципальному предприятию, которое есть. Я реализацию... Не просто, для того, чтобы... Смотрите, стоп. Нет, дайте я закончу мысль. Одну секунду. Нет, я закончу мысль, подождите. Они хотят отдать это не какой-то компании, а муниципальному предприятию, чтобы оно реализовало для людей и жителей. И при этом работники этого муниципального предприятия получили заработные платы, а их не отправляли на 3-4 месяца в отпуск за свой счет, потому что нет работы. Совершенно я согласен. То есть тут одним действием убивалось два зайца. Люди получали работу, заработную плату, соответственно, они не увольнялись с этого предприятия и не уезжали из страны. И с другой стороны, делалось благо людей, потому что все эти дворы начинали делаться. Вот в чем вопрос. Согласен. Они заблокировали, с одной стороны, для того, чтобы критиковали социалистов, а с другой стороны, для чего? Потому что это должно было пойти муниципальному предприятию, а не какой-то компании, которая может потом дать определенный процент. Понимаете? Ведь на протяжении 10 лет только так и работало. Согласен. А теперь смотри, давай сразу ситуацию посмотрим, обобщим. Суть дела. Маркс, которого недавно был юбилей, он говорит, надо понимать, что всякая сущность приобретает различные формы от этого пляжа. Значит, что получается? Какой-то определенной представительской власти в горсовете, в гордуме Кишинева, кишиневцы все-таки получили в лице хотя бы, вот я имею в виду, социалистов, и тех неравнодушных депутатов, которые к ним примкнули. Но возникает такой вопрос. Если в руках имеется законодательская власть, потому что совет это прежде всего орган законодательный. Да, на уровне муниципи Кишинева. Да, муниципи Кишинева. То есть спрашивается, а исполнительская власть не находится в конкорданции с представительской властью, вот эта исполнительская власть, то возникает вопрос, а почему мэром города не может быть представитель наиболее прогрессивной части вот этих вот городских законодателей? Почему ему не? Почему кто-то, кто осуществлял бы вот это, то, чего не хватает? Хорошие решения совета. Слов нету. А исполнительская власть этим пренебрегает. Поэтому, мне кажется, выбор Иона Чарбана, неравнодушного человека, он имеет еще очень важное структурное значение. Какое? Чтобы и представительская власть Думы городской, горсовета. И мэр, это были люди, единомышленники, которые бы представляли интересы горожан, и причем Чабан доказал, что он неравнодушный человек, активный человек, понимающий все детали хозяйственные, и не только каких-то там политиканских и прочих. Не получится, что, если кишиневцы отдадут свой голос за Иона Чарбана, не как за представителя политиканствующих сил, которые там под видом, что у них там европейцы велики, а на самом деле все эти европейские ценности ни во что не ставят, что это вот некий решительный момент, когда от голосов людей зависит судьба города. Потому что есть большое подозрение, что мы уже убедились, сколько раз мы видим этих крикунок за проевропейские ценности, все заканчивается одним, беззаконием, неуважением к гражданам, воровством и так далее. Не является ли это неким критическим моментом, вот эти выборы, которые в воскресенье? Как твое мнение? Я о структурном говорю с тобой, как о юристе, государственнике, как о человеке, который лучше других эти вопросы проработал и понимает. Здесь критическая масса будет в случае, если победит господин Анастасий. Критическая масса будет в чем? В том, что у господина Анастасия, ну, мало того, что нет опыта, что популизм, и он не знает даже, какие проблемы существуют сегодня в городе, реальные проблемы, и говорит только популистскими вещами, и не может конкретно... И не говоря о братьях Цёпа, у которых чьи он интересы, представляет... Давайте мы пока не будем трогать геополитику, да? Это не геополитика, это честно, группа общины. Но здесь, в данном случае, я хочу сказать следующее, у него нет возможности работать с муниципальным советом вообще, там нет ни одного его человека. Вот про это я и говорю. А вот у господина Чебуна сегодня реальный шанс есть, понимаете, муниципальный советник, да, с одной стороны, вы правы, это люди, которые являются законодательной властью на уровне города Кишнёва, но с другой стороны, это те люди, та команда, которая ежедневно работает в муниципальном совете, ведь они думают, что, а вот, собрались на заседание, проголосовали... Они разбежались. Нет, 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 далеко не так. Они контролируют, да? Нет, не только контролируют, у них есть определенные комиссии, которые занимаются ЖЭКами, бюджетом, апоканалом, транспортом и так далее, и тому подобное, и они решают массу проблем, к ним приходит масса петиций. На протяжении последних трех лет только муниципальный совет, фракция ПСРМ получила 12 тысяч петиций. 12 тысяч. Это, поверьте, совсем не маленькая цифра. Из 12 тысяч 85% петиций отработано. То есть, реакция есть... Несмотря на все эти препоны, преграды... Отработано 85% данных петиций. Где-то незаконное строительство, где-то незаконная приоритизация земли, где-то незаконная вырубка леса, где-то неправильная работа апоканала и так далее, и тому подобное. Где-то неправильные работы ЖЭКов. Очень много проблем. И, скажем так, активность Иона Чебана здесь, я бы его назвал как бы лидером этого движения. Он самый активный. Нет, смотрите, он не мог быть неактивным, потому что, в первую очередь, он возглавлял фракцию муниципального совета. Совершенно верно. И почему я говорю, что очень будет хорошо? Во-первых, они будут работать вместе, а во-вторых, он эти проблемы за эти три года изучил не то, что поверхностно, а вглубь вошел в каждую проблему. Во все нюансы. И при этом он сконцентрировал определенные проблемы. Потому что давайте мы посмотрим с вами программу. И у него целая программа, которая рассчитана на 20 лет, да, но есть 10 пунктов, которые он готов сделать за год. Ведь мы, примаря, выбираем всего на год. Мы же не выбираем его на 4 или на 5 лет. На год. Почему? У нас по законодательству есть понятие общие местные выборы. Они проводятся раз в 4 года. Вот следующий этап проведения общих местных выборов в Республике Молдова июнь 2019 года. И не важно, если идут досрочные выборы, не важно на каком этапе, главное, чтобы не за год до выборов, то это избирается до наступления общего дня выборов. То есть мы сегодня мэра 3 июня, вот воскресенье, которое будет, избираем всего на год. Мы на год даем как бы шанс этому человеку показать, что он может. И реализовать то, чего обещают. Что он может. Да. И он вывел 10 пунктов конкретных, которые могут помочь развиваться этому городу. Какие, на твой взгляд, из них самые важные и реальные? Я вижу 3 пункта, которые реально сделать просто, вот если он 3-го становится генеральным примаром, 5-го, ну 4-го дадим отдохнуть человеку, 5-го он уже 3 пункта пустит просто в реализацию. Первый пункт электронное документирование примарии. О чем это говорит? Когда протестировали систему электронной закупки и осуществления тендеров, они увидели на сегодняшний момент, что благодаря этой системе они будут экономить около 35 миллионов лей электронных тендеров. Почему? Потому что исключается момент договоренности между людьми. Исключается момент, что ты можешь с конвертом зайти сегодня и завтра купить нереально. Невозможно. И, во-первых, что такое документальный оборот? Во-первых, это проще и людям. То есть, мне не надо написать бумажку, проехать в Примирию, отстоять там полдня, подать ее. Я в электронном варианте ее отпечатал, написал, мне пришло, придите такого-то числа, в такое-то время получите ответ. Я экономлю кучу времени и финансов, потому что я не трачу на дорогу туда-обратно. Понимаете? И в это время я могу делать чем-то, заняться другим, соответственно, заработать. Мы говорим о цивилизации. Вот он цивилизационный подход. Помимо того, что это цивилизационный подход, европейской направленности, в интересах гражданной законы. И плюс еще к этому, это приведет к экономии средств. И эти средства соответственно можно пустить на ремонт школ, на ремонт детсадов. Это вот второй момент, что он может сделать. Он же пообещал отремонтировать около 80 детсадов, если я не ошибаюсь, и около 90 школ. Откуда деньги? Вот уже. Вот они. Они на ладони. Первым же ходом. Первым ходом появляются. Второе. Потом второе. то, что мы с вами задели вопрос, это структура и реновация всех дворов муниципия Кишинев. Деньги выделены. Осталось, чтобы исполнитель в виде генерального примара просто сел и подписал указания финансовому управлению о том, чтобы деньги пошли целенаправленно на эти цели. Службы для этого есть? Службы есть. Все есть. Инфраструктура готова. Нужно только дать указания перевести финансы. Не надо этих фальшивых тендеров и цели ерунды. Тендеров здесь вообще не нужно. Есть службы. Нет, не только службы. Есть муниципальные предприятия, которые специально созданы для этого. И должны работать. И пойдут работать. Они передавать свою работу кому-то. Нет, там передают не они. Они бы с удовольствием. Нет, так тебе вот тормознул, тебе и передают. Сегодня муниципальные предприятия с удовольствием бы пошли и сами бы это делали. Это их заработали. Если бы их профинансировали. Нет, просто эти финансы надо дать. Они до них не доходили. Да. И следующий момент, который легко может сделать, что также приведет к экономии, это электронный проезд в общественном транспорте. Это тоже приведет к определенной экономии, причем довольно большой. Потому что, ну, давайте так, кто ездит в троллейбусах, автобусах, ни для кого не секрет, что не все деньги доходят до троллейбусного автобусного парка. Это факт. Это факт. Есть фальшивые билеты. Водитель с кондукторами иногда договаривается. Не дальше билетов. Я не хочу сказать про всех, но такая часть есть. Соответственно, если правильно восстановить эту систему и установить ее во всех транспортных средствах общественного транспорта. Кстати, по европейским стандартам. Опять-таки, по европейским стандартам, да. То мы придем к тому, что около, ну, приблизительно, около 3,5 миллионов лей ежемесячно троллейбусный парк будет иметь доход. Благодаря которому он сможет закупить новые троллейбусы, новые автобусы, повысить где-то заработную плату своему персоналу. Ремонтные работы. Проведить, да, ремонтные работы и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, опять получается карт-бланш. Для кого? Для наших граждан, которые работают на этих предприятиях. То есть, мы можем создать дополнительные рабочие места в муниципальных предприятиях. И это легко делается. Тут не надо высшей математики. Вот и оплата рабочих мест. Да тут все. Все на свете. При этом, если у этого предприятия, да, давайте посмотрим дальше. Если у предприятия получается доход, и он начинает нанимать работников, платить ему заработную плату. С этой заработной платы он платит пенсионный фонд, социальное страхование, медицину. Да, все связано. Все связано. Он платит это же не в муниципальный бюджет, а в государственный. То есть, если он... На благо этим людям. Да, благо этим... Пенсионерам. Конечно, но он платит государственной бюджете. То есть, от этого всего будет выигрывать не только муниципий и город Кишинев, но и само государство от этого выиграет. И таких проектов у господина Чемпионата реальных, которые можно сделать, вот 10 шагов. Которые он за год легко может сделать. А теперь вот такой момент. Давай посмотрим теперь не с точки зрения вот то, что мы с тобой подчеркнули, взаимодействие Совета, где он себя показал с самой лучшей стороны, и его, допустим, как главы исполнительной власти в городе. Это был бы прекрасный, на мой взгляд, вариант. Теперь посмотрим с другой стороны. Ведь если глянуть на всю экономику Молдовы, то можно смело сказать, где-то 70% и светлой и теневой экономики страны находится в Кишиневе. Это не только у нас, это во многих странах, вот взять Армению, взять там Грузию. Мы знаем, что в столицах сконцентрирована основная экономическая жизнь. Вот этот подход, который запланирован Чайбаном в плане Кишинева, он отразится каким-то образом, вот ты хорошо государство упомянул, отразится ли это в стиле, в манере, вот именно, кстати, в европейской манере, а не какой-то там марсианской, да, в размере, в масштабе всей страны. Не будет ли Кишинев в этом плане каким-то драйвером нового мышления, нового подхода к бизнесу, нового подхода к тому, чтобы обеспечивать рабочими местами граждан и так далее. Вот как ты считаешь, ты юрист, ты очень хорошо знаешь вот эти нюансы прецедента, примера, образца, и парадигмы, как говорят, и так далее. Вот как твое мнение? Вы знаете, вы лозунг господина Чебуна хорошо слышали? Спасем столицу, затем спасем нашу страну. Еще раз. Спасем столицу, затем спасем нашу страну. Можно его переимпретировать так? Спасем нашу страну через спасение нашей столицы. Вот именно так и есть. То есть, о чем это речь? То есть, если мы проследим всю предвыборную кампанию господина Чебуна, он не занимался политикой. Он говорит конкретно о тех проблемах, которые есть в городе. И вот то, что вы сказали, что да, действительно, у нас сегодня сложилась такая ситуация, что 70% финансовых средств и ресурсов сконцентрированы в городе Кишиневе. Так вот, если мы на базе города Кишинева сможем показать уровень развития государства, уровень развития предприятий, уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной властью, в данном случае между генпримаром и муниципальным советником. И даже стиля жизни. Если мы покажем, что ключевые должности назначаются не по партийному распределению, не по кумовскому, родственному и так далее, а действительно берутся профессионалы, которые разбираются в данной области, которые, если он архитектор, он разбирается. И которые доказали, что они это умеют делать. Да, и которые имеют план урбанизма, которые знают, как этот город расчертить и построить так, чтобы не мешать другим гражданам жить и существовать. Как развязать парковочные места, чтобы не мешали другим ездить и чтобы не было ДТП и так далее. То есть согласовать с инфраструктурой. Если мы приведем таких людей и назначим на ключевые должности, и они начнут работать. И им не будут при этом мешать. Ну, мешать тут уже умеют. Умеют, но вы знаете, если мы покажем, что есть у нас партнеры, я сейчас не нарум говорю, партнеры, которые готовы инвестировать в нашу инфраструктуру для того, чтобы развить предприятие и дать дополнительные рабочие места. То есть не разрушить ДК, да, и построить там дом и какой-то супермаркет, да, а наоборот взять этот ДК, отремонтировать его, сделать из него конфетку и, допустим, запустить там какое-то производство, либо сделать тоже ДК. Помнишь про удочку и про рыбу, да, что не можешь дать рыбу, дай удочку, вот эта ДК даже одна из удочек. А что, нельзя было там отремонтировать его, сделать из него конфетку, да, и пустить туда, как и было. Тем более, что база есть, все имеется. Вот дети там учились танцевать, петь, кружки искусств и так далее. Да, может быть, можно и в частные руки отдать в аренду. Казалось бы, Дом культуры, да? В аренду отдай. Отдай каким-то людям, которые там будут привлекать детей и чему-то обучать. Смотри, что я хочу сказать, чтобы наши дорогие соотечественники, телезрители поняли. Значит, когда ты сказал слово ДК, ты имел в виду именно Дом культуры. Казалось бы, чисто культурное, казалось бы, не приносящее доходов и так далее предприятие. А ведь на самом-то деле это колоссальное, невероятное значение имеет его деятельность не только с точки зрения воспитания детей, чтобы они занимались какой-то, помнишь, были Дворцы пионеров когда-то, Дворцы культуры с кружками и так далее. То есть людей увлекать, вот чтобы это чувство единения было, преемственности традиций, но еще и как экономическое предприятие, которые рабочие места, которые... Вот это очень важный момент, на мой взгляд. Потому что мы обычно считаем, а культура это что-то там, культура, культура, а вот, понимаешь, вот мне кажется, ты интересную мы дали нашей культуре умереть, понимаете, потому что сегодня, если мы зайдем в Долимитар, давайте зайдем в наш городской цирк. А вот Чабан-то, он боролся за сохранение памятника. Он до сих пор борется, но зайдем в наш цирк. А вы знаете, что в цирке да, персонал технический есть, но артистов нет ни одного. Артистов всех привозят извне. А извините меня, вспомните в старые времена, ведь в цирке выступали наши молдавские артисты, куда они делись, поразъехались в Китай, в Турцию, в другие страны, работают там. Где есть рабочие места. А почему не создать? Что, нашим детям не нужно ходить веселиться? Что, наших детей не нужно культурно просвещать? Что, не нужно показывать тех же животных, того же клоуна, гимнастов, как это возможно и как это делается? Вы посмотрите, цирк приезжает на два месяца, туда с удовольствием все идут. А когда был тот же дельфинарий, как все люди с удовольствием шли, смотрели на то представление дельфинов, да не так много у нас мест. У нас сегодня, если ты имеешь ребенка от трех до семи лет, у нас реально с ним некуда пойти, у нас реально с ним некуда выйти, чтобы он культурно обогатился. У нас понимают поход в Макдональдс, это я совершенно культурно. Вот смотрите, у нас есть театр Чехова, где кое-какие еще... И что с этим зоопарком? Ну, вроде его отремонтировали, туда начали ходить люди, слава Богу, хоть в этом сделали, хоть здесь сделали плюс. Но вы поймите, пошел ты в зоопарк, пошел ты в театр Чехова на какую-то сказку, ну, в еще какой-то театр, да, в филармонию пошел на сказку. Все. А извините, что ребенка надо 3-4 раза в год его чего-то просвещать, прививать к культуру, прививать обучение, прививать к прекрасному, да, как у нас правильно говорили, почему раньше было детское изобразительное искусство, да, когда детей учили рисовать, почему было развитие моторики, они сидели, что-то собирали, машинки, Внимание, вот тут я хотел бы подчеркнуть, потому что ребенок, если он не сталкивается вот с тактильными, с механическими запахами, звуками и так далее, и он только сидит, вот тыкает ручкой, он деградирует, вот слово. И теперь вопрос, можно ли быть терпимым и толерантным к такому положению дел, равнодушным? Я бы вам сказал так, нельзя, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, ну, не скажу за все 100% жителей Кишинева, но 80% толерантными к такому построению вещей, просто не то, что не могут быть, а их уже нет, они абсолютно неравнодушны к этому, абсолютно, и 80% жителей Кишинева, наоборот, всегда, вот ты приходишь, говорю, мы придем с вами во дворы, если будем говорить с простыми жителями, их не интересует ваша программа, или о чем вы там будете говорить? на Востоке, на Запад, Европу, в России, это... их интересует другое, их интересует, почему у меня в подъезде АПО канал сделала вовремя, а термоком мне 5 дней не может отремонтировать и дать горячую воду, и термоком сваливает, что это ЖЭК виноват, а ЖЭК сваливает на термоком, понимаете, какая проблема? Вот что люди заботятся, как к этому можно быть термимым, и когда к ним приходят и говорят, ну давайте мы посмотрим, они говорят, да идите, вы смотрите, и они не могут, вы понимаете, насколько профессионалы работают в этих структурах сегодня, что они не могут 4 дня найти причину и держат целый подъезд, стояк дома, без горячей воды, и плевать тем, кто за это отвечает. Теперь вопрос, а не получается ли тогда, вот это я хочу включить в действие логику наших кишиневцев, наших соотечественников, а не получается ли тогда, что Ион Чабан и является как раз наиболее ярким представителем этих настроений среди вот этих 80% граждан Кишинева, о которых ты говорил, или не мешает ли его облику то, что его начинают обвинять в том, что он какой-то там резкий, что он излишне эспансивный и так далее. Мне кажется, это весьма взвешенный взрослый мужик, в хорошем смысле этого слова. Виктор Иванович, а я вам отвечу. Пора его облик и образ этого человека очистить от этих всех плевков и от всех этих наносных бредней, которые изрядно наши медийные средства коррупционные сверху донизу породили и постарались. Не пора ли отмыть облик этого парня? Виктор Иванович, а я вот когда, даже в этой передаче мы с вами говорим, я когда говорил об этих проблемах, которые существуют сегодня в городе, с которым я, Кишиневец, который здесь родился и здесь живу уже 41 год, сталкиваюсь последние 10 лет, я тоже экспансивен, потому что я неравнодушен к этим проблемам. Даже я, казалось бы, должен быть спокоен, как юрист, четко говорить, четко высказывать мнение, держать в руках, потому что на меня ничего не должно влиять. А я не могу. Ты живой человек? Я живой человек. А теперь представим, вот я теперь беру себя и ставлю на место господина Чабана. Когда я сижу в Монсовете, с понедельника по пятницу, с 8 до 5. И знаешь корни этого бардака? Нет, с 8 до 5. И знаешь причины? И когда ко мне приходят люди, каждый день, жалуются, 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 их настроение передается тебе. Да не просто передается, но с другой стороны, господин Чабан такой же кишиневец, как и я. Он здесь родился, он здесь учился, он здесь живет, и живут его дети, и живет его вся семья. И он тоже эти проблемы помнит, как это было раньше, и видит, что творится сейчас. То есть это не колонийский гастролюк, который у себя... Не, не, сейчас я объясню. Допустим, были мэры этого города, выходцы из села. Это не дело, откуда-то из города. А у нас кишиневца еще не было ни разу. Да, но я о другом хочу сказать. Вот возьмем, например, ту же колонийцу. Я общался с людьми из колонийцы. И казалось, они должны гордиться были тем, что Михаил Федорович как бы их человек великий либерал, что Дарина это их тоже земляк и все. Я там почувствовал нетерпимость к этим людям. Казалось, да ваши же земляки, может, что-то для вас сделали? Ничего, Виктор Иванович, они для нас не сделали. Эти люди, которые ничего не сделали для родного села, берутся и брались и управляли, и мы видели результаты огромным городом. Вот что парадоксально. Подождите, Виктор Иванович, о чем вы говорите сегодня? Почему брались и берутся, да? Они до сих пор берутся и за него борются. Вы что, не видите, что... Кормушка? Нет, подождите, господин Македон, который является шефом штаба господина Анастасия, является наношом родного брата Дарина Киртоки. Опа! О каком мы говорим, какой прием? Они до сих пор рвутся к этой власти. У них построили... Город – это кормушка. Они построили здесь схемы коррупционные, которые 10 лет никто не мог сломать. И только последние 3 года эти схемы начали рушиться. слава Богу. Потому что город немножко дышать начал. Нет, дышать начал. Почему я это говорю? Откуда, вы думаете, взялось 35 миллионов, которые выделили на благоустройство дворов? Откуда взялись деньги, чтобы сделать спортивные детские площадки? Потому что были разрушены коррупционные схемы и выявлена та коррупция, которая была за последние 3 года. Соответственно, финансы... Вы освободились и в бюджете можно было заложить, чтобы это сделать людям. из-под железной клешни вот этих братков стала клешня разжиматься и появился Игорсовет стал направлять их на благо людей. Так извините, и они сегодня идут туда же, они выступают за поддержку этого кандидата. Так, конечно, вы будете выступать за поддержку этого кандидата. Когда ваши структуры разжимаются и рушатся. Еще плюс к этому, который незаконно приватизировал, извините, исторический памятник на 31 августа 15, который говорил всем, что вот у меня есть решение Чеда. Вы понимаете, куда он стал? Это именно он там штабе герой стоит. Господин Настасья говорил, что он приватизировал закон и у него есть решение Чеда. До сих пор не может показать и вчера он заявил о том, что этого решения никакого нет. То есть он даже подтвердить это не может, но приватизировал. Понимаете? Сергей, а он шеф штаба у него, на наш, родного брата Костин Хертака. ты юрист и он юрист. Правильно? Ну, скажем так. Да, допустим. Что он юрист. С точки зрения профессии, я вот смотрю, когда вот я разговариваю с тобой, меня поражает, что ты, видно, и практика юриста, и и отца опыт огромный, помянем его, к слову, этот человек очень много сделал. И я смотрю, вот ты юрист, но ты какой-то юрист, не витающий в этих корючках, закорючках и политиканствующий. Я смотрю, что ты как-то вникаешь во все эти городские проблемы. Я так понимаю, что именно твой опыт человека, который знает хорошо, как важно соблюдать закон в интересах людей. И твоя практика говорит, почему-то я в тебе вижу как бы юриста, но какого-то совсем другого юриста, если я как посмотрю на Анастасию. Там я больше слышу какие-то красивые слова. А потом, когда какие-то дела, там аэропорт промелькнул, еще что-то промелькнуло, какие-то схемы. И в конце концов, он юрист, человек законно, который, знаешь, что это нельзя делать, потому что нельзя. И он как-то обходит закон, когда его лично касается, когда друзей касается. Объясни мне, значит, юрист, это не от Бога данное, тут еще совесть должна быть и определенная гражданская позиция. Наша передача называется позиция. Вот скажи, что ты можешь сказать вот о таких юристах, а мы их очень много сейчас видим, которые не то, что не в ладах с законом, а которые используют закон, манипулируя всякими вещами, против того, на что был задуман и нацелен закон, то есть на интересы граждан, граждан, горожан. Это моральная проблема, на мой взгляд. Вы знаете, у нас это не только у господина Анастасия, это у всего большинства, которые сегодня управляют страной и которые, кстати, поддерживают господина Анастасия, то есть тот же господин Лянко, господин Гимпу, далеко ходить не будем, господин Шалару и ежесними, скажем так. Вот те юристы, которые создают закон, исходя из практики, из нужд людей, они делают очень правильно. Но ты юрист не только существуешь для того, чтобы создать закон, а в первую очередь ты его должен уважать и исполнять. Вот тогда это есть правовое демократическое государство. К сожалению, у нас на сегодня мы можем констатировать факт, что вот эти все политиканы, юристы-политиканы, я их по-другому назвать не могу, есть закон, который они не соблюдают и никак не хотят его уважать. Вот мы приходим к анархии. К прямой анархии в этом плане. как только политиканство вторгается в юриспруденцию, жди большой беды. Жди хаоса. Жди большого хаоса. И хаоса, и анархии. Понимаете? Потому что если ты как власть... И плохих дорог, и дворов, и всех проблем. Если ты власть издала закон, по которому, как у нас прописано в Конституции, не только в нашей, а в общем мировой это принцип. Закон един для всех. И все его обязаны соблюдать. Ты как власть, издавшая этот закон, первым должен показать пример, как ты его соблюдаешь. Если ты начинаешь его обходить, подминать и не соблюдать, ты даешь право всем остальным делать то же самое. И не имеешь права требовать от них с его соблюдением. Совершенно верно. Вот корень анархии. Вот корень анархии, правильно. И хаоса. И хаоса. Вот когда приходит человек в виде господина Анастасии юриста, который уже до этого подмял под себя закон. И он идет к определенному портфелю в виде генерального примара. Идет со светлыми глазками агитировавших людей. Это не умеют. Красиво политикологи работают. Я все это понимаю. Но он идет к портфелю значит жди беды. Жди беды почему? Потому что он придет туда будет точно так же продолжать не соблюдать и подменять под себя закон. Когда с другой стороны мы видим человека который идет к портфелю в виде генерального примара но который уважает закон. Который в этой жизни уже видел кучу портфелей. И замминистра и депутата и пресс-секретаря президента у него уже много партфелей было. И нигде не проявлял себя как нарушитель закона. Давайте скажем так он очень законопроизводный. Он будучи заместителем министра молодежи и спорта возглавлял тендерные комиссии и подписывал там контракты на миллиарды. Скажите пожалуйста если он в тот момент что-либо нарушил его нынешние сторонники европейцев раскопали бы это еще как и это бы уже 150 раз тысяч выяснили. А мы этого не видим. Почему? Потому что этого не было. Потому что в первую очередь он знал что он функционер он государственник и он ответственный за то что он делает. Перед лицом тех кто его выдвинул. Поэтому когда он идет вот мы просто на чашу весов смотрим с этой стороны идет кандидат и с этой. У этого нет проблем с законом а у этого есть и много. этот юрист а этот хозяйственник юрист Настасья. У тебя правая рука Настасья господин правый потому что я привык что тот левый и тот правый у тебя руки поручилось правая за левая левая за правого. Нет левая вот так она на месте. У нас заканчивается передача к сожалению все ограничено что бы ты хотел сказать нашим согражданам нашим кишиневцам я хочу сказать одно 3 июня действительно решится проблема города и мы ее должны решить правильно и я бы хотел призвать наших граждан давайте все таки в этот раз проголосуем за профессионализм а не за политику спасибо и вам спасибо это был Сергей Мишин как вам я и обещал человек хорошо знающий проблемы города профессиональный юрист очень культурный и образованный человек сын Вадима Николаевича Мишина мы его упоминали в этой передаче потому что народная пословица яблочко от яблоньки далеко не падает в данном случае реализовалась во всем своем прекрасном значении и так дорогие соотечественники приближается воскресенье выбор за нами выбор за нашей нетерпимостью к тому чтобы нарушался закон чтобы не соблюдались наши интересы чтобы разрушался наш город проголосуем за то чтобы наша нетерпимость наша в хорошем смысле европейскость в хорошем смысле этого слова не в декларативном реализовалась в тех в том человеке и в той команде которая должна прийти и спасать буквально я повторяю спасать наш город будущее за нами голосуйте так как велит вам ваша совесть вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич Редактор субтитров